Всем здравствуйте! Старик Гипербарейский снова с вами, а также вместе с нами Эгиперниель. И мы продолжаем наше путешествие и приключение в Скайрине с дополнением Брума, в который мы попадем еще не очень скоро, но в любом случае попадем. А там как знать, как знать, может быть, может быть. Так, ну что ж, мы в прошлой серии знатно поохотились, еще не все... Еще не все сделали. У нас здесь осталось еще кожаная тесьма. Подожди, я же олень это убивал. Кожу с него сдирал. С разорванной шкурой я могу тут кожаную тесьму наделать, что ли? Давай наделаем. Без плохой шкуры могу. Понятно. Все ясно. Так, ну что ж, нам нужно идти. Давай пообедаем, что-нибудь съедим. А, ну мы уже позавтракали сегодня, да. Сегодня уже позавтракали. Так что давай посмотрим, что у нас тут. Котлета нифига. Похлебка из волка и капуста. Вот из капусты и яблок будет действовать. Стейк из оленя не уверен, но на всякий случай давайте возьмем. И пойдем в сторону Фолкрита. Так, что у нас там? По чувству погоды. Кстати говоря, я ее выставил или нет? Чувство погоды я нифига не выставил. Дай-ка мы сейчас это сделаем. Так, чувство погоды. Ну давай на треху. Нам тепло, пламя поднимает настроение. Ну и отлично. Пошли. Время 7 утра. Блин, дождь пошел. Ну вот кто просил. Как в Фолкрит собираешься идти, обязательно всякая хрень. Так, дай-ка мы, наверное, уберем. Так, здесь у нас были разбойнички. Но их уже нет. Их убили имперские патрули и братья Бури. Которые здесь, видимо, схлестнулись в свое время. Мы это видели в одной из серий предыдущих. Так, а здесь, кстати говоря, медведь может быть. Медведь, это вам не хуфры, мухры. Что ты имеешь ввиду? Нет, дружок, спасибо. Не буду я брата эльфа. Если бы ты был орком. Так, дружок, спасибо. Что, сынок? Мы сбежались? Как ты, гад? Тварь такая. Где ты? Блин, в темноте не видно. На тебе, последняя. Так, один есть. Где еще были? Открыл потери. Нет, не сдох. Смотри, тут где-то еще. Ты что стоишь? Давай, братель. Где он? Так, ладно, одного давай освежуем, черт с ним. Может, дождик кончится, пока тут и все. Еще у меня и зуб на зуб не попадает от тебя. Черт, волчара, надо идти греться. Время 12 часов. То я еще и до Фолкрита не дойду, мне прикольно. Хромает, что ли. Теперь я возьму тебя. Кажется, не можешь согреться, ты уж давай как-нибудь согревайся. Полоски не надо. Надо, наверное, плач путешествовать за бацей. Продам, если чё. Так, если мы будем так стоять, честно говоря, мне кажется... Мы тогда просто не дойдём до Фалкрита. Надо в другом случае хоть дождь, не дождь, а идти. Немножко согрелись и пойдём. Главное сейчас на медведя не напороться. А видите, он уже всё. Трындец. До стола. Вот растяпа. Кто растяпа-то? Всё, я его потрошить не буду. Кого это? Медведя, медведя, смотри, забили. Это кто? Главарь братьев буря. А не волчару. Да, и тоже волчара, сука, здесь их сидело-то. Ладно, медведь не попался и слава богу. Пойдём дальше. пойдем дальше вот кто там ходит на у прикончили здесь у них вот слева там логово пробуем пролезнуть просто мимо и все слушай и тебя подобрать сейчас я тебя продам здесь есть по моему костер и есть охотник посмотрим по крайней мере должен быть а ты не торгуешь да не жадничать так а что у тебя есть мешки ты не против то есть мы посмотрим отсюда видят бессмертная кровь короче всякая хрень нет точно не торгуешь ладно видимо не может так время два часа да у меня видите вон отрицательная характеристика сейчас можно даже посмотреть замерзание обморожение и одежда промокла так подожди-ка плащ оденем все-таки с плащом оно как-то получше на все молнии шпарит мол не может так что это за крамп пара рамп так ты торгуешь еще помогите никакого трамп пара рампу блин валим что-нибудь я а а а а а а а а сделает она меня караулила хотела убить сволочь давай сюда барахло свое ой ой ну что помогите орел орал тут блин помогите охотник да блин стой я уже много лет охочусь погляди второй том волчья шкура так гиперниль тебе сейчас продаст подожди так тесьмой тут нет я тебе тушь волка хочу продать она мне не нужна все куда-то куда-то его унесло куда-то его унесло что-то лилового горноцвета охотник так Так, по-моему, Фал Крит сюда поворот, да? Или это не сюда? Подожди, по-моему, следующий, следующий надо. Потому что и этот. Так, им перцы тут сейчас. Должна быть лесопилка. Мы должны добраться до Среди. Да? Переставай ко мне, деревенщик. Я проделал слишком долгий путь и слишком много заплатил за эти подарки, чтобы теперь опоздать на свадьбу Виттории. Да что ты. Желаю провести весело на свадьбу Виттории, да? Я же тебе говорю. Я не все правильно. Здесь, по-моему, поворот. Так, поворот здесь. Здесь поворот к Фал Криту. Так, слава богу, какой-то хороший перец идет. Не будет на меня наезжать. Ну и скатертью дорожка тебе. Виндхельм он идет. Не-не-не, я не собираюсь присоединяться к братьям бут. Только и вес схватил мне. Так, у нас, кстати, доступно повышение уровня. Давай посмотрим, что там у нас доступно. Так. Запас сил у нас сколько? По-моему, пора уже здоровья перекачить. Так, что по карманным кражам? Пока ничего. А по взлому? Слом замком. Вы можете попытаться отпереть закрытой дверью сундуки, разбив замок. Подожди. Свой человек. Подвале получить доступ к неприметным сундукам, расположенным за пределами городских тюрем. Они используются для отмывания краденого и оплаты штрафов со скидкой. Первый раз вообще такую фигню слышу, но это вот добавляет этот сперк, я так понимаю. Хрен вы знаете, я не знаю. Пока я не готов тратить сюда уровень. Так, чего по легкой броне? У меня все то же самое осталось. Так, по стрельбе. Придется делать этот орлиный взор, потому что иначе дальше-то не пойдет. Придется брать. Так что пойдем, леженец. Тельфенок. Прибыли на кладбище Фолклика. Кстати, тут можно послено набрать. Помоги вам только не топчись. Бери послена и все. Пригодится для какой-нибудь отравы. Что такое все кладбище, да? Там вообще какие-то грибы, что ли, растут? А ну пойдем посмотрим. Нет, это здесь... Это здесь что-то такое странное. Дает колокольчик. Какая-то... Какое-то древнее захоронение. Какого-то великана похоронили, наверное. Когда-то покорской был таким же, как мир, был снятый смертный праздник. Но он добровольно отказался от такого существования, чтобы мы могли лучше понять превратность от жизни и смертный праздник. Привили и отбили этой великой волны поможет нам обрести обновление и в конце концов покорство. Да познаем дыхание и всех тех, кто покинулся из Торбелир, главный покой и дадут данным Так, ну что, проповедь закончил. Давай мне грибы. Я, пожалуй, к Ярлу. Мачусь. Кто-то умер. Наша дочка. Наша крошка. Она не дожила до десятой зимы. Кто это сделал? Синди. Пришел сюда вроде бы работать. На вид был достойный человек. Он в яме. Пока мы не решим, что с ним делать. Если хватит смелости, можешь посмотреть на него. Что может заставить человека сделать такое? Здесь всегда так мрачно? Да. И я не могу сказать, почему. Мы с женой полагаем, что тут поработала темная магия. Или, может, здесь велико влияние Аркея, и ему такая обстановка нравится. А как умерла твоя дочка? Он... Он ее на части разорвал. Как саблезуб рвет оленя. Мы едва смогли собрать останки, чтобы похоронить ее. А почему городское кладбище такое огромное? Это древнее кладбище. Я уже понял, да. А-а-а-а. Но знаю, что на протяжении истории здесь прогремело множество битв. После каждой битвы убитых хоронили. И кладбище росло. Но это теперь это самое большое кладбище в Скайриме. Ну, хорошо. Я только не понимаю, кем же надо быть, чтобы делать такое? Это мы разузнаем со временем, кем же это надо быть, чтобы сделать такое. Нам к Ярлу. Буду постараться еще в этой серии забацать. Вы видите, новая бронька. Холкрицкая. Здесь можно подружиться с этими ребятами. Капусту собрать. Ладно, пускай они будут работать, тогда я подойду. Чтобы домик строить, тут же надо еще с четырьмя, что ли, этими жуликами подружиться. Здорово, коза. Береза. О, смотри, у тебя фолкрицкий герб на броньке. У меня кто-то украл сладкий рулет, блин, вот иду к Ярлу жаловаться. Слушай, Ярл, я ищу работу. Работа? Сперва преподнеси мне дар, а потом посмотрим, на что ты сгодишься. Выпивка, например, вполне сойдет. Только не местная моча. Настоящий черновересковый мед из Рифтона. Я принесу. Да уж. Ненавижу, когда кто-то тратит мое время попусту. Держи. Вот это мне нравится. Хоть кто-то умеет делать дело. Ну, ничего, что ворованный, не обидишься. Так. Ну, так все, работа есть. Можно положиться. В моем владении есть банда разбойников, с которыми у нас были договоренности. Поначалу они платили как полагается, но теперь пора все подчистить. Займись этим. Будет сделано. Хорошо. Ну, дай факельную шахту. Блин, острие ножа. Ну, видишь, не получилось. Факельную шахту он дает на первых уровнях. Что-то я слишком сильно повысил себе уровни. Ты так молод, как тебе удалось стать ярлом. До последнего времени ярлом был мой дядя Дэмгейр. Но стал сказываться возраст, здоровье послаб. Так что он отрекся. Теперь он доблестно служит нам как танк. Ну, а я, наконец, стал ярлом. Наверное, быть ярлом трудно работать. Какая вообще работа? Я же ярл. Я ем самое сочное мясо, пью лучший эль и охочусь с лучшими кончами на этих землях. А в это время мой весьма способный управитель заботится о нуждах простых людей и о том, чтобы все шло гладко. Быть ярлом проще простого. Советую как-нибудь попробовать. Казнить всех бандитов. Никого не щедить. Ну, ладно. Ну, только, наверное, не сегодня, да? Мы сейчас пойдем посмем, а с отрица, наверное, рванем. Что-то кое с кем поторговать можно. опять сырость. Не хочу я в дождь никуда идти. Я у меня от этого качается наше умение. Так, здорово, сынок. Здесь нечего делать, гость. Разве что ты хочешь кого-то похоронить. Что-то там про похороны мне тут рассказываешь. славится своим кладбищем, гость. Мы похоронили больше мертвых, чем ты можешь себе представить. Я только что отдал последние почести на погребальном костре старому боевому товарищу Берету. Не хотел старик лежать в холодной земле. Ты можешь отнести его прохронилу жрецу Арке? В принципе могу, почему бы и нет. Почту зачистить. Так, ты кто еще? Бет? Отвесь. Продолжение следует... Что-то я ядовитого колокольчика ничего не умею. Не знаю. О! Продолжение следует... Клинки и шлемы... Практически все необходимое. Клинки и шлемы практически необходимое. Сейчас вот продам тебе зелье. Только не тебе. Надо быстрее идти, пока магазин не закрылся. У нее денег не хватит на мои зелья. Ужасная погода, ужасная. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглядится. Рад встрече. Погляди. Так, поехали. Пока оставлю, может быть, когда-нибудь пригодится. Украдешь что-нибудь из магазина, пожалеешь. Да я бы украл. А ты ж, видишь, следишь тут. Ночью приду, может быть. Сталь хороша. Хм. Клинки, шлемы, практически все необходимое. Подожди, а что я ему продал, дурак? А, у меня топор мой, да? Стальной меч. Топор лучше. Стальной меч я тебе продам, пожалуй. Так, железные сапоги. Коловьянскую броню не хочу продавать. Может, когда-нибудь наряжусь куда-нибудь. Кожаная тесьма. Так, подожди, по-моему, ящики могу плащ продать. А где он есть-то? А, он его не берет. Блин, тому надо было продавать. Ну, ладно, тогда. Если понадобится оружие или броня. Обязательно обращусь к тебе. Обязательно. Захожу, захожу. Теплый плащик, теплый пластик. Погляди. Держи, тебе один плащик, я продам. Капюшон тебе продам. Золотое ожерелье наверное тоже я не продам. Не нужно мне пока это ничего. Так, вот стоит, так, стейк изоления, чай. Хорошо согревает, только не работает, нифига, с реалистикниц. Ничего не поделаешь. Не допатчен. Так, что у вас там по праздникам-то? Так, сбор урожая еще. Все рано. А я, кстати, по-моему, по второму разу не настраивал. ну да. Чтоб не пропустить. так праздник делать не буду а все остальное тут так так и остается так хорошо она твоя надя я покажу покажи только я сейчас кру него еще сбегаю ладно хотя ладно с утра зайдем давай-ка прям 12 часов сейчас закемарим не знать если тебе еще что-нибудь нужно уже кончился симпатичный малова вам еще как симпатичный так водички надо набрать давай давай ты дай добро пожаловать я убежал от битвы все родили она меня настигла в скайриме услышишь какие-нибудь интересные сплетни в городе не забудь рассказать мне гряну подожди-ка расстроилась если бы к нам на пару дней заглядывала солнце хорошо если тебе еще что-то понадобится я всегда спасибо спасибо мадам так ну что пойдем поможем нашим местным товарищам кру него забежим так ты у нас кто не помню постарайся и прости но мне и впрямь ладно так работаешь тут да отлично дай-ка мне мы с эндарой предпочитаем я честная плата за честную работу я только не понимаю тем же надо быть чтобы делать тыквицу я тебе еще соберу продам остальное мне и самому сгодится но все он теперь уже наш дружбан стал если чё я честная плата за честную работу я только не понимаю тем же надо быть чтобы делать такое все это тебе что тут у нас кем же надо быть и понимаешь ну кем-то надо святилища аркея мы любим его амулетик аркея достать но это надо было в вайтране каста где сам рунил проповедует до ядра ядра нордский мед кстати у него есть тут так ножик яйца какие-то чем поживиться интересно ну давай ка мы дрогровская пластина септим Опа, кто-то идет Нет Никого нету Где-то он здесь топочет Вот он Могил на этом кладбище Все больше С каждым днем Ты жрец арке? Да Я обрел цвет аркея После Великой войны Многие погибли от моих рук Моих заклятий Мне повезло, что касты Люди Фолкарита Приняли меня как своего Можешь помочь старому эльфу? Я похоже Обронил свой дневник Пока исследовал одну пещеру Я заплачу за его возвращение Хорошо Я сделаю это Ловит тебя аркей за помощь Так, факельная шахта Отлично Так, я выполнил поручение по доставке А, да, я тебе урну принес Браг Берета Он был хорошим человеком Мало воинов доживают до глубокой старости Спасибо тебе Я прослежу, чтобы его похоронили по всем правилам Вот, это тебе за труды Так, ну колдовству Надо научиться Это дневник много для меня значит Найди Да понятно, найду Нечего бездельничать Нечего бездельничать Нечего, так нечего Прости Но мне и впрямь пора Ну если тебе и впрямь пора То иди С вентиляторным заводом Заключай Договора Тут в основном мелкие кражи И пьяные драки Так, а нам нужна карта Так Исследовать Хелген У нас стоит Так, ну-ка давай-ка Журнальчик Это нам не надо Нам нужен зов Луны Поговорить с Индрингом С этим Так Дневник Рунила Хребет Ножа Факельная шахта Я знаю Где сейчас Просто, чтобы было видно Так, значит Срунил Он тоже, наверное Пока говорить не будем Давайте вырубим Разное вырубим Так Хребет Острие Ножа Убить надо главного Вот нам надо Сегодня туда успеть Мненько у нас не было Хорошего Разбойничего налета Ты меня испугал, блин Я за тебя даже способность Применил Так Хребет Острие Ножа Кстати, вообще в другую сторону Чтобы вы знали Да Пойдем доберемся До хребта Хребет Острие Ножа Хребет Острие Ножа Так Ну-ка Дай-ка мне еще раз карту Нам лучше это Да подожди ты Ёлки зеленые Ставить здесь В принципе Так пойдем Да и все Заберемся Вроде здесь никаких Волчьих засад нету Оно и славно Так Чего у нас там по Сытый Немного хочет пить Все равно не работает Ну ладно Хоть согреешься Скрытность можно правда покачать Кто и ты меня тут видит Стой, стой, стой Не то, не то, не то, не то Это наши способности Показывает нам дорожку И всякую разную хрень Рядом Пока что здесь Наверное Сприганы живут Вы его видите Не вижу Вон они Короче они нас палят Я не хочу Со сприганами Я же эльф Правильно Гиперниель Не может С природой Входить В конфликты Так что давай Ну я нафиг Потом может быть Куровица Начнет сприганов убивать Это еще Что здесь такое Не дракон ли здесь Пошалил Некогда мне Некогда мне Так а здесь По моему Надо В обход Вот так идти Да Это где-то Неподалеку И охотничий домик Есть О Смотри Появились Уже Видите Эти Детеныши Потихоньку Скайтест Прогружается Мне главное Хэдшотами Сейчас их Просто Поукладывать Всех Конечно Факельная Шахта Выгоднее В этом Отношении Там Не так Много Жулья А где-то Есть Я тебя Не вижу А Вон Он Гад Крышка 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 Меня Что Срисовали Что Ли Вай Валим Сволочи Сволочи Спрятался И Засек Блин, не залезть. Так, ещё и волки позорные где-то здесь ходят. Когда ты умрёшь, тебе будет гораздо легче умирать. Тварь прячется и всё тут. Не могу я его вычислить. Вот что я скажу. Лучше беги, тогда я ударю тебя в спину. Блин! Тут они, кстати, на волков. Тут они на волков же кидаются, не на меня нифига. Это уже потом. Так, мне эта тварь не нужна в живом состоянии. Так, есть контакт. Немножко я его вижу. Давай, высунься. Он стреляет по волкам, не по мне, между прочим. Есть контакт. Есть контакт. Я его за самое хэдшот сделал. Ещё один идёт. Сейчас мы и тебя запарим. Так, у меня, в принципе, дофига. А, это каджитец был. Это был каджитец. У меня же, я повышал себе всё время силу, чтобы таскать барахло побольше. Спокойно. Торопиться не надо. Так, сейчас надо найти жертву. И пристрелить прямо по башке. Как вы считаете? Так, вот там кто-то стоит. А кто меня заметил? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, сынок. Тихо-тихо, сынок. Новый уровень. Так, запас сил или здоровья? Запас сил, наверное. Наверное, запас сил откладывать пока я не знаю, никуда не будем. Чтоб побольше отсюда барахла лута увезти и денег заработать. Жулик там стоит стопудово, да? Ну-ка. Больше ни за что не пойду в эту вомерчую тюрягу. Лучше обручем сдамся. Пошло дело. Что-то у нее какие-то татуировки на спине. Так, вот здесь еще кто-то есть. Кто-кто-кто? Ага, вон он. Вот бы его сейчас. Что за хрень-то? Что ниже. Да ну, это что-то не то. Все, блин, почуяли. Что за хрень-то? Что за хрень-то? Что за хрень-то уйдет? Хоть кто-нибудь есть? Да. Бежим, блин. Бежим, 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 бежим. Твоя жизнь закончится здесь. А твоя тоже. Блин! Кто? Откуда вас только набежало-то? Ну все, сынок, держи. Ну все, сынок, держи. Все, трындец. Набрал. Так, ну, по поводу стрел. Видите, они за счет магии появляются. То есть, в зависимости от того, какая у вас там магия, столько у вас стрелы появляется. Так, где еще у нас была тетка? Тут, кстати, можно все попереплавлять. У них есть, по-моему, здесь где-то штука, которая переплавляет. Печка, так называемая. Так, здесь мы были, вот там надо обшарить. Не хочу пока выбрасывать. Печка должна быть. И бандит сидит внутри. А, кстати, можно сейчас временно пока в сундук свалить. Может быть, тут даже печки-то и нету. Да, здесь только один этот. Один только кузнечный горн. Давай-ка выкинем частично. Сухобморожение. Стальная боевая кама. Она лучше? А, подожди. А, нет, ну это, наверное, дубье такое большое. Двуручное или какой он, блин? Ладно, пока выкинем цекиру. Стальные стрелы появились. Так, это нужно. Так, ну он хорошим. Стальное можно здесь обработать. Так, что у нас по времени? Пора бы уже по счету заканчивать. Но хотелось бы все-таки, да, прикончить, ублюдка. Так, что у вас здесь наверху? Ничего. Здесь ничего. Так, стальной кинжальчик. Пожалуй, я заберу. Ай, ладно, не надо. Здесь они сидели, грелись около костра. Вся эта жуликоватая команда. Так, ну видите, стальные стрелы. Почему железные? Ну не железные, блин. Блин, не железные. Надо мод ставить. Черт возьми. Была же где-то стальная. Пятера, но все же стальная. Пошли. Так, он здесь, по-моему, один должен ходить. Ваншотик и все. И ярлу наших ног. Кстати, и грибочков надо подсобирать. Тут много чего надо подсобирать. Нам еще, кстати говоря, рулон бумаги. Нужна будет кирка. Хм. Волшебки. Вот у кого сил. Сколько у них есть секретное заклинание. Это вы получаете перевяжку в золото. Да. 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 Поджигать не будем. Так. 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 Убирай. Убирай. Лук. Сейчас пойдем проверим, что здесь. А что там у нас? 321, да? Тяжелый нордский кольчужный койф. Так, хватит. Пойдем. Подожди-ка. А, ну здесь ничего нету. Единственное, что я хотел здесь руду подобывать. Ну, я думаю, давайте, наверное, просто здесь вот закончим серию. А руду я подобываю следующей. Тоже спасибо всем тем, кто посмотрел. А до свидания. Встретимся уже на следующей неделе. И продолжим наше путешествие и приключения в Скайвиме. А Гиберниель сейчас займется делом. Еще раз спасибо и до свидания.